На планете немало удивительных людей. У кого-то потрясающая внешность, а кто-то при несовершенном внешнем виде демонстрирует потрясающую волю. Волю противостоять общественному мнению, быть самим собой, начать жить заново или вопреки недугам реализовывать мечты, как эти 10 невероятных женщин. Бьянка Ферро привлекает к себе внимание не только пирсингом, обилием татуировок, смелой прической, но и огромными дырками в ушах. Их диаметр 8,6 см, результат многолетнего растяжения. В гигантские отверстия запросто входит бутылка с водой. Из-за них мочки ушей настолько длинные, что Бьянка запросто может поднести их ко рту и лизнуть. Их приходится сворачивать всякий раз, когда девушка умывается или делает макияж. Не очень-то удобно, скажете вы, а вот Бьянке вполне комфортно. Тем более, что она хочет, чтобы мочки ушей достигли 10,5 см, и ее имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. У Меган Греннон из американского Нью-Джерси редкая форма карликовости. Размеры ее тела такие же, как у 4-летнего ребенка. И Меган входит в сотню самых маленьких людей на Земле. Когда она родилась, врачи утверждали, что ей не прожить и года, но жизнестойкость Меган перечеркнула негативные прогнозы. Сейчас ей 26 лет, и она не собирается отказываться от своих желаний, что бы ей не пророчили. В детстве она мечтала быть учителем, над ней смеялись, но Меган училась еще усердней, и в конце концов доказала, как неправы сомневающиеся в ней. Меган преподает в младших классах местной школы и учится в магистратуре. «Никогда не сдавайтесь», говорит она, «и научитесь принимать себя такими, какие вы есть». Сиамские близнецы явление известное, но вот таких счастливых сиамских близнецов, как эти сестры, очень немного. Девушки многое перенесли, бесконечные походы в больницы, операции, насмешки одноклассников и критику учителей. Их хотели разделить, но это оказалось невозможно. У Кармен и Лупиты общие ребра, кровообращение, пищеварительная и репродуктивная системы. У каждой по две руки и одна нога. Кармен отвечает за правую ногу, а Лупита за левую. В четыре года близнецы научились ходить, что в их случае очень непросто, а теперь они даже умудряются водить автомобиль. Они отлично ладят друг с другом и мечтают о собственном агробизнесе. Кэтлин Краузе – немецкая силачка, известная способностью тянуть грузовик и голыми руками скатывать сковородки, будто лепешки. В 2015 году она установила рекорд, занесенный в книгу Гиннеса. За одну минуту скатала семь сковородок, побив рекорд 2014 года, когда Линдси Линдберг управилась с шестью посудинами. И вот уже пять лет Кэтлин никто не может превзойти. Недавно она подтвердила свой статус покорительницы сковородок и одной из самых сильных женщин мира. Но ей есть к чему стремиться, ведь рекорд мужчин в этой необычной забаве – 14 сковородок за минуту. Инга Петри родилась без рук. Есть такая патология, при которой уже в утробе матери ребенок не имеет верхних конечностей. Она была брошена биологическими родителями и в два года удочерена парой из США. В остальном она совершенно здорова, поэтому за полтора года при поддержке любящей ее семьи научилась вместо рук использовать ноги. Она и сейчас обходится без протезов и повседневные задачи выполняет ногами, завивает ресницы, пользуется тушью, даже ест палочками. А еще она мечтает стать адвокатом. И с таким, как у нее, упорством это обязательно получится. Сара Вайт хочет иметь самую тонкую талию в мире и мучит свое тело экстремальными корсетами, которые носит по 16-20 часов в день. Вот уж действительно красота требует жертв. Интерес к корсету возник у нее, когда она хотела улучшить осанку. Сара художница много рисует и сутулиться. А потом она решила использовать утягивающий корсет для достижения в прямом смысле осиной талии. Постепенно корсеты становились все уже, а талия тоньше. Трансформацию тела Сара начала в 2012 году. Быстро достигла в объеме около 46 сантиметров, но достичь 40 сантиметров оказалось намного труднее. Тем не менее, Сара уверенно движется к цели и тратит на свое хобби тысячи долларов. Ее нынешние параметры меньше первоначальных на 20 сантиметров. Говоря о самых необычных женщинах, невозможно не упомянуть о Сэнди Аллен, самой высокой женщине в мире с ростом 2 метра 32 сантиметра. Она страдала из-за болезни роста, связанной с нарушением функции гипофиза, результатом чего стали атрофированные мышцы ног, нарушение циркуляции крови и общее недомогание. В 1977 году Сэнди даже обратилась в одну из клиник за помощью, но врачам так и не удалось справиться с поставленной задачей. Сэнди несладко пришлось в юности, над ней подтрунивали, обзывали великаншей, монстром-фриком. А в зрелом возрасте женщина передвигалась на кресле-каталке. Она прожила всего 53 года и не сдавалась до последнего. Путешествовала по всему миру, участвовала в шоу и ждала предложения руки и сердца не от шутников, которые назначали ей свидание ради смеха, а от серьезных и сильных мужчин. У себя на родине Эйми Маллинс считают одной из величайших женщин 20 века. Дело в том, что она родилась без малоберцовых костей, отчего в годовалом возрасте ей ампутировали обе ноги ниже колена. Однако Эйми оказалась крепким орешком. Она полюбила спорт, упорно тренировалась, а во время учебы в университете состязалась на равных со здоровыми спортсменами. Участвовала в паралимпийских играх. Ее личные рекорды в легкой атлетике такие. 100 метровка за 15,77 секунды, 200 метров, за 34,06 секунды и прыжок в длину на 3,5 метра. Закончив спортивную карьеру, Эйми занялась модельным бизнесом. Она участвовала в лондонском модельном показе, снялась в нескольких фильмах, а сейчас выступает в качестве оратора-мотиватора на встречах и симпозиумах организации людей с врожденными и приобретенными физическими недостатками. С четырех лет над Винни Харлоу издевались сверстники из-за ее болезни кожи Витилиго, обзывали коровой и зеброй Билли, из-за чего ее не раз посещали мысли о самоубийстве. А потом, именно благодаря Витилиго, сделавшей ее внешность узнаваемой, неординарной, Винни смогла подняться на вершину фэшн-индустрии, хотя путь этот был весьма тернист. Поначалу ей отказывали на кастингах в модельных агентствах, писали под ее фото в инстаграме негативные отзывы. Но после участия в шоу «Топ-модель» по-американски, карьера Харлоу стала стремительно развиваться. Армия ее поклонников увеличивалась, у нее нашлись последователи. Сегодня канадка – официальный представитель испанского бренда одежды «Ди Сигуэлл». Она участвовала в показах именитых дизайнеров, позировала для самых крутых глянцевых журналов, снималась в фотосессиях для известных модных брендов, кино и клипах. Надя Сулейман, как бы помягче сказать, прежде не принадлежала к женщинам с достаточной социальной ответственностью. Имея шестерых детей, появившихся путем ЭКО, она вновь пошла на ЭКО, согласилась на многоплодную беременность и родила восьмерых, попав за это в Книгу рекордов. А вскоре маме-одиночке и ее 14 детям нечего стало есть. В погоне за материальным благополучием Надя занялась стриптизом, не брезговала порнофильмами и участием в сомнительных шоу. Попала в зависимость от антидепрессантов, но как-то сказала себе «Хватит!» и решила начать все заново. В новую жизнь вошла с новым именем Натали. Медсестра по профессии Сулейман теперь оказывает психологическую помощь женщинам и работает с детьми-аутистами. В комментариях пишите, кто из героинь сегодняшнего видео вас удивил больше всего. Ставьте лайки и делитесь роликом с друзьями. С вами была Марго, всем пока!